Алексей Казанцев Музыка счастья Весенний, еще робкий лучик солнца, заглянул через щелку неплотно задернутых лиловых штор и просочился на подушку. Немного освоившись, он перебрался на лицо, чтобы затем заблудиться в прятках каштановых волос. Верочка улыбнулась во сне, почувствовав его теплое прикосновение. «С днем рождения, доченька!» Сказала мама, погладив ее по голове, и положила рядом куклу в красивом розовом платье. Девочка просияла, прижимая ее к себе. Вставать не хотелось. За окном тихо щебетали птицы. Женщина вышла из комнаты, а следом из гостиной послышала снежная мелодия. Малышка на цыпочках подошла к двери и застыла в проеме. Мама сидела у рояля. Ее тонкие длинные пальцы легко скользили по клавишам, извлекая из инструмента чарующую музыку. Чувство покоя и гармонии пронизывало все вокруг. С замиранием сердца Верочка подошла сзади к женщине и прижалась к ее спине. «Что это?» «Шопен. Музыка счастья. Я тебя очень люблю, дорогая, и дарю ее тебе». «Просыпайся, Соня! Забыла? У тебя сегодня выпускной!» Вместе со стуком в дверь раздался веселый папин голос. Девушка быстро накинула халатик и выпорхнула из комнаты. Отец стоял на пороге. «Какая ты у меня уже взрослая!» Мужчина прижал ее к своей груди и чмокнул в макушку. «Это тебе, милая!» Указал он легким кивком на огромный букет ромашек в голубой керамической вазе, стоящей на столе. «Папка, какой ты у меня замечательный!» Воскликнула она и поцеловала гладко выбритую щеку. Вечером в белом шифоновом платье она танцевала с мальчиком из параллельного класса. Атласная лента развивалась ее в волосах, подхваченная легким летним ветерком. И снова ощущение счастья и любви наполнило ее сердце, а из проигрывателя звучал Шопен. Золотистое шампанское в хрустальных бокалах переливалось пузырьками газа. Море цветов, воздушные шары, трехъярусный торт и смесь непередаваемых ароматов наполняли атмосферу праздничного зала. Мама невесты подошла к роялю. «Фредерик Шопен, апрель», – произнесла она, присаживаясь к инструменту. Волшебная мелодия подхватила красивую молодую пару, которая открывала пышный свадебный вечер. «Какая удивительная музыка», – произнес Павел. «Это мамин подарок. Теперь она будет нашей». Верочка кружилась в вальсе, едва касаясь пола, и трепетала от нахлынувших чувств. «Мамочка, поздравляем! У вас сын родился!» С этими словами акушерка положила маленькое розовое тельце на живот роженицы. «Как по заказу. Сперва нянька, потом и лялька», – улыбнулся врач. Малыш плакал, свернувшись клубочком, корчил мордочки и во все туманно-синие глаза смотрел на маму. «Верочка, я люблю тебя! Ты у меня самая лучшая!» – кричал Павел, бегая по двору роддома с дочкой на шее. «Спасибо тебе за сына!» «Какая же я счастливая!» – думала женщина, держа на руках крошечное чудо, а в голове звучала музыка. Их музыка. «Капитолина Семеновна, я сейчас заглянула в палату к новенькой!» – говорила взволнованно молоденькая медсестричка. «Ну, той, у которой вчера вся семья в авиакатастрофе погибла!» Старшая медсестра жестом остановила поток слов и успокоила Шурочку. «Что с ней?» «Она улыбается! Представляете, улыбается!» Вместе они тихо подошли к палате и приоткрыли дверь. Верочка лежала укрытая одеялом. Лучик солнца падал прямо на ее лицо, а из радиоприемника на стене звучал Шопен.